На встречу со съемочной группой Бук-ТВ юные актеры из 2-го А и 2-го Б детского сада начальной школы номер 2 города Бреста пришли полным составом. Клип «Экомены Бреста» о пользе раздельного сбора мусора на песню «Чтобы планету нам спасать», в котором второклассники стали главными героями, занял второе место, уступив школьникам из Новополоцка. Сегодня ребята с легкостью вспоминают три недели репетиций и трудных съемочных дней. Было двигаться тяжело, много снимали, много репетировали, много движений было, уставали очень сильно, но приходилось репетировать и репетировать. Мы не просто второклассники, мы герои разделяшки. Герои клипа «Экомены Бреста» – второклассники разделяшки. Малыши учат своих сверстников правильно собирать мусор и разделять его, объясняя, что так легче отходы перерабатывать, а значит снижать нагрузку на экологию. Вместе с ребятами в кадр встали и родители. Разные уголки учебного заведения превратились в большую съемочную площадку. Наше дело привычное – работать как на уроках, как на занятиях кружка, организовываем все эти выступления для школьных концертов. В общем-то привычная работа, но снимать клип мы взялись впервые, поэтому сложности, конечно, у нас были, потому что незнакомое для нас дело. Не знали даже, как подступиться методом проб-ошибок. Все это коллективно творили, создавали. Опыт съемки видеоклипа стал первым не только для маленьких актеров. В качестве автора сценария дебютировала руководитель кружка «Игран в театр» Наталья Прибыш. Работу монтажера взяла на себя педагог-организатор Евгения Быцком. Первым и очень удачным операторским опытом стал съемочный процесс и для заместителя директора сада школы Олеси Мякишевой. Креативные наши педагоги, которые пришли с идеей в один прекрасный день и сказала Наталья Евгеньевна Прибыш, вот у меня есть идея, давайте будем ее осуществлять. И я взяла на себя роль оператора, педагог-организатор Евгения Александровна Быцком монтировала уже потом отснятый материал. И мы смогли с помощью, конечно, наших юных звездочек, наших детей создать такой клип и представить свое учреждение на достойном уровне. В учебном заведении любят творчество. Особой популярностью у ребят пользуется кружок «Играем в театр» под руководством Натальи Прибыш. И приз, который получат серебряные призеры конкурса, комплект музыкального оборудования придется как раз кстати. Дети наши примут эту информацию и это будет как мотив к действию, а не просто поучаствовать в конкурсе. И таким образом мы хотели повлиять даже на родителей через детей, ведь даже если там кто-то и не собирал раздельно, то теперь они прислушаются к своим детям. И с помощью видеоролика, наверное, вообще общественность, чтобы всколыхнулась, так сказать, и примкнула в наши ряды. К слову, экологическое образование здесь не ограничивается только съемками клипа. Детский сад начальная школа номер два уже давно участвует в благотворительной акции «Новая жизнь в обмен на крышечки». Ребята собирают разноцветный пластик, чтобы сдать его волонтерам. Сад начальная школа номер два уже давно участвует в благотворительной акции «Новая жизнь в обмен на крышечке». «Новая жизнь в обмен на крышечке».